Вера Царёва из дома номер 9 по улице 2-я Володарская обращается в оперативный штаб не в первый раз. Сейчас главной проблемой этого дома является подвал. Там прорвало канализацию, а коммунальщики, по словам женщины, бездействуют. 30 градусов тепла, дерьмо, брожение, насекомое, вонище. Ну просто жить нельзя. И кому обращаться, не знаем. По словам ответной стороны, работы там ведутся. Анатолий Марченко дал указание ускорить этот процесс. И в течение трёх дней ликвидировать аварию. А вот проблема жильцов дома номер 6 по этой же улице не решается уже два года. Это кровля, которая давно изжила себя. Даже у нас по щиткам вода течет. Где там столько ват. Это вот мы, я лично вот в 37-ю квартиру вызывала электрика. Да, нам сказали, что вы в одно прекрасное время взорвётесь. Анатолий Марченко распорядился разобраться и с этой проблемой. А у жителей домов 21 по улице Почтовая и 5 по улице Баранова своя головная боль. В общем дворе этих домов поставили детскую площадку, которую очень ждали. Но вместе с детьми её облюбовала и молодёжь. Поломали качели, поломали спинки вот у этих, у сидений, у лавочек. Всё покорёжили, поломали покоя никакого. Утром скопище, бутылок. По мнению Анатолия Марченко, нужно решить, как воздействовать на несознательную молодёжь. Из озвученных предложений наложение штрафов, публикация норовоучительных статей в прессе и прочее.